Звучит музыка Начать доклад хотелось бы с эпиграфа, из книг «Община» и «Аум». Человек, не отличающий малое от большого, ничтожное от великого, не может быть духовно развитым. Утрата соизмеримости есть потеря пути. Принцип соизмеримости указан нам среди четырех основ действий, согласно учению. В книге «Озарение» сказано «Друзья, четыре камня положите в основании действий ваших. Первый – почитание иерархии. Второй – сознание единения. Третий – сознание соизмеримости. Четвертый – применение канона Господом Твоим». Данный принцип имеет много аспектов, понимание которых будут постепенно разворачиваться в процессе роста сознания. Мир, как известно, создан мерою и числом. В книге «Премудрости» Соломона читаем. «Но Ты все расположил мерою, числом и весом, ибо великая сила всегда присуща Тебе, и кто противостанет силе Твоей? Весь мир пред Тобою, как колебание чашки весов или как капля утренней росы, сходящей на землю». О чем-то подобном говорил Эпифагор. Поговорим об общих проявлениях принципа соизмеримости, затем перейдем к практическим аспектам. Человеку в повседневных делах и мыслях приходится постоянно проводить оценки разных явлений, процессов, событий. Необходимо планировать, соизмерять количество времени на разные дела, количество денег на приобретение вещей, оценивать соответствие явлений и своего поведения духовным и земным законам, морально-нравственной шкале и так далее, чтобы принять решение о последующих действиях. Приобрести ли товар, начать ли какое-либо дело и как его осуществлять. На первых порах обычно оценка всего, с чем мы сталкиваемся, происходит по черно-белой шкале. Надо, не надо, полезно, вредно, да, нет. Это качественная оценка. Не в смысле хорошего качества, а в смысле пригодности для дальнейшего анализа. Затем, чтобы не отбросить полезные и даже спасительные варианты, обычно требуется более точная количественная оценка, особенно при наличии нескольких вариантов выбора и жесткой необходимости действий в условиях, заданных кармой. Ведь в мире все смешано, не бывает идеальных вещей и явлений. Полезное в одном или в данный момент может навредить самому человеку или другим позже. Вредное для одного является лекарством для другого и так далее. А количество ресурсов и их выбор почти всегда ограничены. Приходится иметь дело с тем, что есть. Злой, на первый взгляд, человек может оказать неоценимую помощь буквально завтра. Поэтому в жизни в основном приходится оценивать, соизмерять все не по черно-белой шкале, а по шкале с промежуточными градациями. Которых может быть много. Парацельсу приписывают фразу «Все есть яд и все есть лекарство». И только доза делает лекарство ядом и яд лекарством. Таким образом, соизмеримость — это гораздо более тонкое понятие, которое включает в себя оценку, сравнение и оптимизацию затрат в соответствии с заданными условиями, фактически целями. То есть подразумевается установление относительно точного значения характеристик наблюдаемых явлений или процессов и «математического» описания их поведения и взаимосвязи для того, чтобы прогнозировать развитие в будущем. Приведем простой пример. Есть проблема срочного пересечения водной преграды. Один человек будет исходить из своего неумения плавать и откажется ее преодолевать, но при этом может погибнуть от опасности на берегу или не сможет кому-то помочь. То есть сама жизнь заставит его искать выход, например, в оценке глубины водной преграды. Может быть, на поверку она окажется мелкой, а у страха глаза велики. Другой пример черно-белой оценки. Все знают, что есть жирное вредно, но можно оказаться в ситуации, как рерихи во время экспедиции на высотах в мороз, и из еды им удалось достать ограниченный набор продуктов, включающий бараний жир в большом количестве, по трупам Срединной Азии. Да и в православной традиции во время постов путешествующим дозволяется послабление в питании. Соизмеримость часто смешивается с целесообразностью. Выше уже говорилось о заданных условиях целях. Но целесообразность в обычном смысле – это тоже суждение типа «да», «нет», «соответствует», «не соответствует» цели. А вот выбор действий и потребную меру усилий дается измеримость. Цель далеко не всегда оправдывает средства. Высокие цели достигаются только соответствующие им средствами. Вернемся к примеру с водной преградой. Исходя из целесообразности для ее абстрактного преодоления, можно выбирать разные методы, в том числе строительство моста, вызов вертолета, постройку корабля, обращение в МЧС и т.д. Применение принципа соизмеримости позволит выбрать наиболее оптимальный в конкретной ситуации способ, который позволит достигнуть цели с допустимыми, то есть разумными затратами. И это в случае глубокой воды будет поиск ближайшего брода, оплата поиск парома или лодки, может быть, организация туристической переправы. Вместе с тем, если говорить о высшей цели, соизмерение абсолютно всех действий с ней объединяет оба понятия в одно. Соизмеримость становится высшей целесообразностью. И наоборот. Как реализуется принцип соизмеримости в жизни? Когда в вышеуказанном параграфе говорится о колонне, этим подразумевается установление шкалы или единицы измерения, с которой будет происходить сравнение. При этом сопоставляются не только физические, но и не имеющие привычной материальной формы явления. Например, красота и гармония взаимоотношений, область эстетики как восприятие красоты в продуктах творчества, природе и вообще в жизни. Также сопоставляются и качества духа, перспективы действий с точки зрения духовной эволюции, а не материальной выгоды, кармические моменты и так далее. Это говорит о том, что в человеке уже заложена некая основа, есть механизм для проведения подобных сравнений, и исходно присутствует некая внутренняя шкала самых разнообразных явлений. Соизмеримость по своему смыслу подразумевает процесс проведения неких измерений. Но что же он включает в себя? В физическом мире измерение какой-либо величины предполагает наличие измерительного инструмента, прибора, поверенного в другой организации, имеющей на это лицензию. Также требуется умение пользоваться измерительным инструментом, включающие в себя понимание измеряемой величины, выбор соответствующего инструмента и верное истолкование полученного результата. Уже при выборе измерительного инструмента нельзя спутать, например, зеленое с квадратным. Если человек хочет взвесить предмет, он не должен использовать для этого термометр. Когда человек хочет взвесить груз в несколько граммов, ему не помогут весы, рассчитанные на 10 тонн. В духовной сфере все происходит очень похожим образом. Чтобы верно оценивать и планировать события в жизни с точки зрения духовной эволюции, человек должен приобрести и развить в себе соответствующие инструменты, чувства и качества, выработать внутреннюю нравственную шкалу. Необходимые сведения содержатся в учении, которое дает общую шкалу явлений добра и зла, содержит описание необходимых качеств и того высшего идеала, цели, к которому мы можем стремиться на пути духовного восхождения. Учение указывает путь и допустимые способы действий. Для проявления соизмеримости требуется развить качество внимательности, распознавания, умение видеть оба полюса явлений, то есть использовать биполярное зрение. Для правильного видения необходимы качества равновесия, спокойствия, сдержанности, самообладания, терпения и другие, то есть взятие эмоциональной и мыслительной активности под контроль сознания. Все это делает восприятие более объективным. В книге «Мир огненный» сказано, «Огненное устремление может облегчать все диагнозы, ибо ничто иное не может установить тонкие границы, даже не имеющие словесных определений». Недаром сказано, «Поднимемся до уровня огненного, там слова не нужны». Сердце, как духовное средоточие человека, чует меру и число непосредственно, без долгих исследований и рассуждений. Все в нем заложено изначально, но требует сознательного развертывания своего потенциала. При этом, к сожалению, многие легко поддаются на обещание ускоренного развития, раскрытия потенциала, предлагаемое разными сомнительными фигурами. Это могут быть ограничения сна, особые вычурные диеты или добавки к пище, мантры, песнопения, танцы, некоторые виды медитаций, которые подменяют саму суть духовного роста ритуальной механикой. Человек освоил азы сосредоточения концентрации или начал принимать соду без меры и уже смотрит на всех свысока, думает, что достиг высоких духовных степеней. Но если вспомнить о соизмеримости, то простейшее размышление на тему пословицы «без труда не выловишь и рыбку из пруда» подскажет, что для действительно серьезных духовных продвижений требуются собственные, довольно большие усилия, причем гораздо большие, чем просто прочитать некие рекомендации и выполнять особые ритуалы. Ведь усилия должны быть в первую очередь предприняты на духовном плане. Механические приемы никак не помогут. Если бы оно так было, тогда самым умным и духовным был бы комплекс компьютеров Google, хранящий огромное количество информации обо всем. Но каждую крупицу высшего знания необходимо проработать в своем сознании и выразить в применении в повседневной жизни. Только тогда достижение станет реальным, то есть растет в сущность человека. Говоря о соизмеримости усилий, можно вспомнить о психической энергии, которая помогает и распознаванию явлений. Принцип соизмеримости напрямую относится к работе с ней. Он заключается в оптимизации затрат имеющихся ресурсов психической энергии. Выдача энергии не может превысить допустимую меру около 70% запаса, а он 594, иначе человек останется беззащитным против стрессов и болезней. Но нам еще довольно сложно измерять свой запас энергии и его динамику точно. Поэтому необходимо отслеживать свое самочувствие, соблюдать баланс разных видов труда и отдыха, помнить о качествах, способствующих накоплению и расточению психической энергии. Таким образом, мы пока что больше опираемся не на количественный, а на качественный анализ. Но придет время, когда многие тонкие границы станут зримыми для сознания. К несоизмеримости чаще всего приводит эгоизм и невежество. Эти свойства мешают правильно оценивать явления и принимать верные решения, как в чисто практическом и интеллектуальном плане, так и в более тонкой духовной области. Невежды просто не хотят ничего знать, несмотря на то, что это им же самим и мешает. В практическом аспекте можно упомянуть и свойства половинчатости. По сути, это попытка приобрести нечто ценное за полцены, что невозможно даже в обычном магазине, если покупать товар без дефектов. Проявлением соизмеримости в отношении отрицательных качеств и мотивации для избавления от них может служить сравнение того, что человек теряет, сохраняя их в себе, и что приобретает, освобождаясь от этих оков. Закончить доклад хотелось бы словами из книги «Община» 17. Много раз слышали вы о следовании нашим указаниям и могли убедиться, что точное исполнение указа практично и полезно. Это первая ступень. После нее должно начаться самодействие. Зная основание нашего учения, надо оказаться учениками, творящими в полной соизмеримости и непреложности. Спасибо. Спасибо.